Здравствуйте! В эфире канала Россия 24, информационная программа «События недели». По всей стране собрано более 2,5 миллионов подписей в поддержку кандидата на должность президента России Вадимира Путина. Карачаево-Черкесия в числе других регионов присоединилась к единому дню сбора подписей. В районных центрах и городах республики находятся представители партии «Единая Россия», которые помогают людям выразить свою гражданскую позицию. Также во всех населенных пунктах организован сбор подписей для всех, кто неравнодушен к будущему страны и своей малой родины. В Карачаево-Черкесии на всех площадках, партийных площадках, которые мобилизованы для сбора этих подписей, работают партийцы. Мы мобилизовали весь партийный ресурс. В Черкесии сбор подписей проходит на площадке штаба общественной поддержки, в городах и районах. Они проходят на площадках наших общественных приемных, местных отделений и исполнительных комитетов. В данном случае, хочу сказать, что мы находимся в здании штаба общественной поддержки. Это новая площадка для того, чтобы мы могли объединять здесь и общественные организации, и общественных деятелей. Это возможность заявлять свои проекты, свои инициативы, вносить предложения. То есть это новый формат работы штабов общественной поддержки по всей стране. В Москве завершил свою работу Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина. Сила России». От муниципальной власти напрямую зависит качество повседневной жизни граждан. Именно такими словами президент России описал всю важность службы. Здесь собрались 7,5 тысяч представителей муниципальных образований, и всех их объединяет одно – верное служение обществу и государству. В форуме от Карачаева-Черкесии приняли участие руководители администрации главы и правительства Мурат Озов, порядка 30 руководителей муниципальных органов власти республики. Панельные дискуссии, круглые столы, лекции, презентации проектов, а также встречи с представителями федеральной власти – вся деловая программа форума была направлена на повышение профессионального уровня местного самоуправления. Ранее президент России неоднократно подчеркивал о значимости труда муниципальных служащих, отмечая, что именно сотрудники муниципальных образований находятся ближе всего к людям. Всю важность своей миссии отлично понимают и представители местного самоуправления Карачаева-Черкесии. Рашид Тимрезов выразил им благодарность и отметил, что все поручения и инициативы, которые озвучил президент России, обязательно будут реализованы. Я очень рад приветствовать участников первого Всероссийского муниципального форума «Малая Родина. Сила России». Название-то какое? Сегодня здесь представители муниципального сообщества из всех регионов страны, главы муниципальных образований, муниципальные служащие, работники муниципальных организаций, люди, которые в своих городах, районах, сельских поселениях добиваются реальных изменений к лучшему. Своё призвание находят в труде на благо сограждан. Считаю, что в самом названии форума заложено очень многое. Заложен глубокий смысл, любовь к «Малой Родине», очень личное, тёплое чувство. Но одновременно оно обладает громадной созидательной силой, силой поистине общенационального значения. Ведь преображение и укрепление всей страны, её уверенные движения вперёд, скажу больше позиции России в мире, начинаются с искреннего стремления сделать как можно больше для родных мест. Для тех мест, где родился, там, где прошло детство, где сейчас живут твои близкие, твоя семья, твои друзья, земляки. Со стремления внести свой вклад в процветание и развитие своего города, посёлка, района. Ведь это так созвучно словам легендарной песни, которую уверен, здесь все знают, с чего начинается Родина. Мы часто говорим, что муниципальная власть ближе всего к людям. Ну, конечно, так оно и есть. От неё напрямую зависит качество повседневной жизни наших граждан. И хочу вновь повторить, именно муниципальный уровень, местное самоуправление определяет образ всей большой нашей страны, так как люди видят своё настоящее и будущее. В посёлке Майский состоялась памятная церемония перезахоронения останков восьми солдат Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, защищавших Карачаево-Черкесию от немецко-фашистских захватчиков. Смотрите подробности. В годы Великой Отечественной войны много бойцов остались непогребёнными на поле боя. Их хоронили и устанавливали таблички с фамилиями. Но времени прошло немало, почти всё сравнялось с землёй. Возле посёлка Майский Прикубанского района поисковыми отрядами были найдены останки восьми солдат Красной Армии, погибших при освобождении Карачаева-Черкесии от немецко-фашистских захватчиков. Карачаева-Черкесия – необычная республика. У нас велись бои и на равнинах, и в горах. Говорят, что на территориях не всегда велись бои на высоте выше, чем 3000 метров. Поэтому мы копаем и на земле, и в горах. И всегда мы будем помнить, что мы должны найти каждого погибшего солдата. Это наша святая обязанность. Дань памяти и уважения военнослужащим в годы Великой Отечественной войны – это большая честь для Росгвардии, для наших подчинённых, для военнослужащих сотрудников. Незабываемые те события, которые происходили на Северном Кавказе. Военнослужащие сотрудники Росгвардии всегда будут помнить и чтить память героев, военнослужащих, красноармейцев, которые отстояли город Черкесск, Карачао-Черкесскую республику от немецко-фашистских захватчиков. Мы в этот день прибыли, поклонились, приняли участие в захоронении. И об этих бойцах всегда будем помнить и рассказывать нашим новым поколениям. Выступившие отметили, что сегодня как никогда важно помнить и чтить подвиг солдат в годы Великой Отечественной православный священник провёл панихиду по погибшим на поле брани защитникам Родины. Во блаженном успении вечный покой подачь, Господи, преснопамятным рабам, Божьим воинам, Сергию, Киму, Василию, Максиму и Анну, И Анну, Василию, Василию, и затворим вечную память. На фронтах Второй мировой бок о бок сражались представители разных национальностей и вероисповедания. Имам посёлка Майский провёл обряд дуа по погибшим воинам. Я, Аллах, прими наши молитвы. Я, Аллах, мы просим, чтобы Ты просил наших умерших, незаконно убиенных душ во время войны, тех, которые ещё не найдены, тех, которые ещё найдены. Постоянно мы участвуем, постоянно молимся за них, вспоминаем. В такой момент тоже нельзя, надо помолиться за всех. Я хочу, чтобы Аллах просил души их, принял их, как мученическая смерть. Участники церемонии почтили память героев минутой молчания. Подружейные залпы и траурную мелодию останки солдат Красной Армии с воинскими почестями были преданы земле. Герои минувшей войны упокоились рядом с памятником, павшим за свободу и независимость нашей Родины. Представители общественных организаций, районной администрации, сотрудники полиции и следственного комитета, школьники и педагоги района, а также местные жители возложили цветы и венки к братской могиле павших воинов. Затем участники поисковых отрядов, активисты и неравнодушные жители района были награждены благодарственными грамотами за помощь и поддержку в проведении поисковых работ и увековечивании памяти погибших героев Великой Отечественной. Мурат Шанкиозов, Вести Карачаево-Черкесия, поселок Майский. 17 января – особая дата в памятном календаре Карачаево-Черкесии. В этот день, в 1943 году, Черкесск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. В этот день в парке Победы Черкеска был дан старт марш Проскут дорогами освободителей. Акция приурочена ко дню освобождения Черкеска от фашистов и собрала вместе воспитанников Центра «Авангард», юноармейцев, представителей городского совета ветеранов, сотрудников правоохранительных органов. Черкесск освобождался силами 875-го полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии, которым командовал майор Орехов, говорили выступающие. Цель акции – пройти маршрутами этого полка и почтить память освободителей Черкеска. В «Авангарде» полка был 2-й батальон, которым командовал наш земляк из Хабеса, ставший лейтенант Магомед Майлов. К собравшимся обратился его правнук Мухаммад. Я вспоминаю о его подвигах, я не могу не гордиться. Он был примером настоящего мужества и отваги, и я горжусь, что я его правнук. Мне кажется, все понимают, какое сейчас положение в стране, какое у нас сейчас должно быть патриарическое воспитание. И мне кажется, вот такие мероприятия, вот такие митинги по поводу того, что происходит во всем мире, мне кажется, это настоящий пример для подрастающего поколения и настоящая поддержка для тех, кто сейчас находится в горячих точках и бойцов СВО. Одним из памятных мест, которые посетили участники марш-броска, стала братская могила защитникам Родины. На старом кладбище в южной части Черкеска захоронено около 300 бойцов, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Также мероприятия прошли у нескольких памятных мест, связанных с Днем освобождения региональной столицы. За всем наблюдал наш корреспондент Артур Мхце. В этой братской могиле на старом кладбище Черкеска захоронены бойцы, погибшие в годы Великой Отечественной войны, либо умершие от ран в здешних госпиталях. Поисковая работа людей, неравнодушных к истории родной земли, помогла установить сведения о примерно семи десятках воинов. Их фамилии были выгравированы на мемориальной плите, установленной в 2020 году. Дань надо отдавать всегда умершим, погибшим. Пока они в нашей памяти, они живые всегда. Хочу сегодня тоже высказать, ученики пришли отдать память умерших, которые похоронены от ранений. Это большое дело наших детей. Мы должны как примером показать, что мы делаем. Пришедшие к мемориальному комплексу школьники – участники марш-броска, который в этот день прошёл по всем памятным местам, связанным с освобождением города. Представители нескольких поколений отдали дань уважения погибшим бойцам, вспомнили о наиболее значимых эпизодах военного времени и возложили цветы и венки к плите с именами защитников Отечества. Группы ребят посетили и другие мемориальные сооружения, места расстрела мирных жителей на Пятигорском шоссе и в северной части Черкеска. Ещё одно мероприятие состоялось при участии представителей КПРФ, которые традиционно отдают дань уважения освободителям около памятника на проспекте Ленина. Мы, коммунисты города Черкеска, ежегодно приходим к памятнику, который поставлен в память о погибших бойцах, освобождавших город Черкеск, и возлагаем цветы и венки. Это наша традиция. Мы считаем, что обязательно нужно хранить память о том, как наша страна воевала с фашизмом. Под развивающимися на ветру красными флагами звучали слова о важности сохранения истории, памяти о героическом и трагическом прошлом, о людях, которые отстояли мир. Также был отмечен труд тех, кто сейчас помогает находящимся в зоне своим военнослужащим и жителям новых российских регионов. Благодарности, в частности, получили волонтеры организации «Зов Родины» за доставку гуманитарного груза в детские дома Донецкой Народной Республики. Артур Мухцелебастанов, Вести, Карачао, Черкесия. И в Центральном парке Республиканской столицы прошло торжественное мероприятие, посвященное 81-й годовщине освобождения Черкесии от немецко-фашистских захватчиков. В памятном мероприятии приняли участие представители отдела образования мэрии, совета ветеранов, представители общественных организаций. Собравшиеся отметили, что народы нашей страны показали всему миру несокрушимую силу воли, мужество и бесстрашие в стремлении к защите Отечества. А подвиг героев всегда будет служить примером для подрастающего поколения. Почти в память погибших в боях за освобождение Черкеска участниками был произведен запуск часов обратного отсчета времени до 79-й годовщины Великой Победы. Дорогие ребята, осталось не так много людей, к которым мы лично можем сказать спасибо за наше мирное счастливое сегодня. Позвольте от вашего имени выразить огромную благодарность ветеранам Великой Отечественной войны и склонить голову и почтить память павшим героям Великой Отечественной войны. Мы благодарны героям нашей великой страны, нашего города за возможность жить под мирным небом, получать образование, работать, смотреть светлое будущее. Очень жаль, что становится с каждым днем все меньше ветеранов, в котором мы действительно можем сказать огромное спасибо. Разрешите вас поздравить с запуском часов отсчета Победы. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, чтобы вы учились на отличной оценке, чтобы вы изучали историю, помнили подвиги героев Великой Отечественной войны. Ребята выполняют важнейшую задачу с точки зрения обеспечения безопасности самой России и, конечно, они заслуживают того, чтобы о них говорила и знала страна. Я думаю, что и песни надо слагать, и стихи писать, и памятники им ставить. Они герои. Эта цитата верховного главнокомандующего вооруженными силами страны Владимира Путина нашла свое воплощение и в адрес нашего земляка, уроженца села Апсуа, участника СВО Нурали Махова. За свой героический подвиг он был удостоен ордена мужества, к сожалению, посмертно. О герое нашего времени в репортаже Фатимы Дауровой. Когда президент объявил частичную мобилизацию, Нурали Махову пришла повестка. Не выказав страха и сомнений, поступив как настоящий мужчина, он отправился служить родине в зону СВО. Уходя, не забыл попрощаться с учителями своей школы, а бабушке пообещал, я скоро вернусь. И он вернулся, спустя 8 месяцев, в цинковом гробу. Тогда весть о гибели Нурали Махова потряс маленький абазинский аул. Полгода прошло с похорон солдата, но боль потери не утихает до сих пор. Говорят, мужчины не плачут, особенно на Кавказе. Но сегодня в актовом зале сельского дома культуры горе не различало людей ни по возрасту, ни по половой принадлежности. Героизм Нурали Махова, проявленный в бою, был отмечен высокой наградой – Орденом Мужества. В торжественной обстановке его вручили семье солдата. Сегодня вы представили государственные награды. Примите наши искренние соболезнования. Ни государственные награды, ни наши соболезнования, к сожалению, не восполнят утрату, которую понесли его родные и близкие. Очень больно смотреть, когда даже мужчины не могут сдержать слов, слез, и выходят из этого зала. Вечная память нашему земляпу, нашему герою, который исполнил свой воинский долг. Нурали с первых дней показал себя достойным бойцом, выполняя задачи спецоперации с мужеством, беззаветной храбростью и истинной доблестью. Этому учили Адаты горцев и уроки отца. Быть смелым и справедливым. Чтить старших и защищать слабых. Быть опорой близким. Короче, вот, Нурали, сегодня при работе, вот, из-за своей ауры, авиационная бомба не разорвалась, вот она закопалась. Вот. Что скажешь, Нурали? Тяжело было. Позиции, позиции, покажи, что позиции. Позиции, вот, 15 метров, где человек сидит. Вот. Первый самолет, когда сбили, я еще как-то думал, второй сейчас пойдет. Когда во второй мы промахнулись, я думал, нам крышка. Но повезло, что она не взорвалась. Спустя несколько дней после этого видео, при выполнении очередного задания, в июне прошлого года, Нурали Махов героически погиб, заслоняя с собой своих боевых товарищей. Дом Нурали находится на окраине аула, в живописном месте на берегу речки Большой Зеленчук. Он вырос здесь, точно так же, как эти соседские мальчишки, игрался, бегал по набережной, тягался со сверстниками, мерился силой и ловкостью в умении лезть по канату. Мальчишеский задор потихоньку перерос в юношескую степенность. Характер будущего героя ковался среди гор. На ладони у отца героя Ахмеда Махова блестит орден мужества, коему достоился его сын за самоотверженность, мужество и отвагу. Сложно сказать, что сейчас творится в душе у родителя, потерявшего своего ребенка. Но в глазах отца, сквозь боль утраты, искрится и гордость за своего сына. Сегодня один из самых тяжелых дней в моей жизни. Я очень горжусь своим сыном, его мужеством. Родителям, чьи дети находятся сегодня на СВО, я хочу пожелать одного, чтобы все вернулись живые и здоровые. Вы уже можете ими гордиться, потому что они проявили свое мужество, они не спрятались. Они пошли защищать свою родину, они выполняют свой долг с честью. Мы все можем ими гордиться. В этом сюжете представлена подлинная история мужества и героизма Нурали Махова. Его дополнит творчество моего коллеги, журналиста и поэта Артура Мхце, который в лирической форме отобразил подвиг героя по просьбе матери. Присылал мне фотографию, на которой она вместе с младшим сыном сидят и смотрят на парня, на того, кто будет держать в руках эту фотографию. И она сказала, что это все, что у нее осталось от ее сына Нурика. Решил, что надо отдать дань и уважение человеку, который пошел на такой шаг, и матери, которая гордится своим сыном. Ну, собственно, так и получились строчки, которые легли вот в основу этого стихотворения. Я хочу прочитать это стихотворение сейчас. Времевский выступ. Четыре утра. Клеят угли от ночного костра. Фото в руке, будто мать на мгновение рядышком села поднять настроение. Важно сейчас удержать высоту. Там и поддержка прибудет к посту. Мысленно, что он навещает просторы, где все знакомо, поля, реки, горы. Брошены силы, чтоб выступ отсечь. Против бойцов вдвинул огненный смерч. Новый прилет и в бригаде потери. Но отстояли. Никто в них не верил. Снимок на вспоротой почве лежит. Миг оборвал связь. Лишь память хранит. Сердце одно вдруг забилось в тревоге. Женщину к сыну несли скорее ноги. Лучшая вера была до конца. Как ей не видеть родного лица? Горе. Но твердости духа печать. Мужеством воина. Гордая мать. В Центре одаренных детей «Спутник» прошло ежегодное республиканское совещание, на котором подвели итоги государственной итоговой аттестации за 2023 год. Обсудили качество его проведения, результаты информационно-технологического обеспечения и поставили новые задачи. Альбина Ламкова продолжит тему. Всего две недели осталось до 1 февраля. Финальные даты для выбора дополнительных предметов ЕГЭ. В нашей республике в лидерах по-прежнему остается общество знания. Стала популярна информатика. Подводя итоги государственной аттестации за 2023 год, было отмечено в высоком организационном и технологическом уровне. Всё прошло без сбоев и серьёзных нарушений, отметила министр образования и науки Республики Инна Владимировна, добавив, что есть над чем работать. На рабочем совещании мы поставим определённые задачи на 2024 год перед руководителями образовательных организаций, которые они должны довести до сведения учащихся, и до сведения родителей. И, конечно, Республиканский институт повышения квалификации работников образования должен организовать методическую подготовку педагогов по устранению тех дефицитов и пробелов, которые имеются у учителей, чтобы устранить вот эти все как раз таки слабые места. И в следующем году результаты наши стали значительно выше. В среднем основной государственный экзамен сдают более 6 тысяч человек. Единый государственный экзамен – около 2 тысяч. К сожалению, есть те, кто остались и без аттестата в 9-11 классах. И, естественно, такие результаты не приветствуются. На собрании также обсудили ремонт в образовательных учреждениях в рамках реализации программы «Модернизация школьных систем образования». Нам надо будет перенести некоторые школы, пункты проведения экзамена в другие пункты проведения экзамена. Уже эту работу мы проводим на протяжении последних трёх лет. То есть единый государственный экзамен и капитальный ремонт – это хорошо, но есть моменты, которые накладываются друг на друга. Их сегодня также надо устранить. При проведении ГИА используются современные технологии. Осуществляется передача экзаменационных материалов по сети интернет, печати и сканирования работ участников непосредственно в пунктах проведения экзамена. Благодаря должной подготовке экзаменационная кампания 2023 года прошла в штатном режиме. По-прежнему будут использованы средства подавления связи. Они установлены в каждой аудитории. В этом году у нас уже выпускники 11 классов в декабре месяце участвовали в допуске государственной итоговой аттестации. Они участвовали в итоговом сочинении и сложении. 97% выпускников получили зачёт. То есть это первый шаг уже для того, чтобы участвовать в итоговой аттестации 2024 года. С 1 сентября применяется новый порядок проведения итоговой аттестации. С ними все выпускники муниципалитета и школы ознакомлены. Они незначительны, отметила Светлана Фёдоровна. У нас выпускники прошлых лет не имеют права участвовать в досрочный период. Они участвуют в основной период резервной дни. То есть это после 20 июня. Далее у нас регламентированы сроки обработки информатики в компьютерной форме по 11 классам. Раньше это было 4 дня. Сейчас за 2 дня идёт обработка, потому что экзамен проводится в компьютерной форме. Далее у нас конфликтная комиссия, которая раньше просматривала апелляции. Она переименована в апелляционную комиссию. Альбина Ламкова, Михаил Каракелян, Вести Корчаева, Черкесия. 19 января православные верующие отметили праздник Крещения Господне. По традиции в ночь на Крещение в парке культуры и отдыха «Зелёный остров» Черкеска прошли купания. Все желающие могли окунуться в ледяную воду. Безопасная и удобная купель была оборудована на большом пруду парка. Во всех храмах Карачаева Черкесии прошли праздничные богослужения. Божественную литургию в Никольском храме Черкеска возглавил архиепископ Пятигорский черкесский феофилак. Он поздравил верующих с Крещением, отметив, что этот праздник давно стал символом очищения и обретения духовных сил. Свои поздравления жителям республики адресовал и председатель Народного собрания республики Александр Иванов. Также состоялась торжественная церемония вручения грамот и ценных подарков архиепископам феофилактам. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok